Поэт, при жизни ставший классиком отечественной литературы. Общественный деятель, усилиями которого были закрыты все существовавшие на Земле атомные полигоны. Всегда успешный, но при этом абсолютно свободный человек. Бунтарь, нарушавший принятые догмы и правила. Гуманист, последовательно отстаивающий идею планетарного сознания. 12 апреля 1961 года во всем мире узнали о космонавте Юрии Гагарине. В этот день стало известно и имя Олжаса Сулейменова. Он написал стихи о полете человека в космос. Листовки с его текстом в этот день разбрасывались с самолета на улицы Алматы. Незадолго до своего 25-летия Олжас обнародовал поэму «Земля, поклонись человеку». Средь невидимых звезд ты летишь в тишине. Мало кто не заметил твое отправление. Гордость дочкам оставил. Тревогу жене. Мне, поэту земному, свое вдохновение. Мне пропоминается его взлет, как поэта. Ему 25 лет, 61-й год, 12 апреля, полет Гагарина в космос. Олжас Умарович только прибыл с литературного института, где он обучался в Москве. И прибыл с желанием устроиться на работу. А начинал он как журналист. Его приглашают в штат газеты «Казахстанская правда». Эту газету редактировал такой известный человек, личность Федор Боярский. Он приглашает Олжас Умарович к себе и говорит, вот завтра ожидается мероприятие, очень большое событие мирового значения. Ты, пожалуйста, сочини стихотворение. И вот это стихотворение появляется 12 апреля 61-го года, как раз в день полета, когда все радиостанции Советского Союза оповестили весь мир, что в космическом пространстве человек впервые в мире и так далее. Но он не ведал, что это стихотворение затронет, вот это возбуждение народное затронет его. И он это стихотворение воплотил в поэму, которая известна «Земля поклазит человека». Вот слава пришла к Олжасу Умаровичу сразу, тут же. Вот стихотворение было перепечатано различными изданиями. Его пригласили в Америку, затем во Францию, в другие страны, чтобы он, значит, прочитал это свое произведение перед публикой, иностранной и так далее. Через 14 лет выходит еще одна книга Олжаса Сулейменова. Своё новое пресловутое произведение автор назвал необычно «Аз и я». Две формы одного и того же местоимения «Я древний» и «Я современный». Книга до сих пор вызывает яростные споры у лингвистов, историков, общественных деятелей и политиков мира. Изданного двумя тиражами и общим числом в 160 экземпляров «Аз и я» и запрещенного московской цензурой произведения, тогда мгновенно смелись с прилавков. После этого писатель в течение 8 лет не мог официально напечатать свои работы. На первом курсе мы изучали слово о полку Игореве. И когда я задавала вопросы о книге «Аз и я», то преподаватели избегали вопроса об «Аз и я». То есть «Аз и я» мы не могли обсуждать на своих семинарах, на своих творческих занятиях. Эта книга, естественно, вызывала очень глубокий интерес. Мы хотели сравнивать слово о полку Игореве, практически изучать и «Аз и я», но так как «Аз и я» была изъята из продаж, Адольф Арцишевский, наш знаменитый тоже современник, писатель, он был уволен из издательства. И Лжас Ломарович опалу получил, и долго его произведения не публиковались. С научной точки зрения показал читателю, что «Аз и я» написано как научное исследование слова о полку Игореве и доказывал, что автор был на тот момент двуязычным. И книга предназначалась для двуязычного читателя. То есть количество тюркизмов наряду со старославянским древнерусским языком. В то время древняя Русь, степь половецкая, которая описана в произведениях Лжас Ломаровича, она действительно говорилась на тюркском языке. Надо отдать должное этому исследованию. И мы очень рады, что Лжас Ломарович продолжил эти исследования и при переиздании «Аз и я» второй части, но он уже дополнил. Несмотря на все трудности, судьба Лжаса Ломаровича сложилась вполне благополучно. Глава Республиканского комитета по кинематографии и Союза писателей Казахстана, народный депутат СССР, лидер антиядерного движения, посол в Италии и Франции. Это неполный перечень всех его государственных и общественных дел. Будучи представителем поколения шестидесятников, Сулейменов дружил со многими известными поэтами и писателями. Евгений Евтушенко с карандашом в руке изучал его глиняную книгу, пытаясь постичь тайну этой футуристической поэмы, переведенной на 50 языков мира. Роберт Рождественский и Рима Казакова посвящали ему свои стихи. Упоминал Олжаса в своем сборнике Найвелл и Сергей Довлатов. Олжас Сулейменов В 1959 году инженер-геолог. В 1958 году поступил на высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького в Москве на отделение поэтического перевода. Его творческим семинаром руководил известный поэт и опытный переводчик Лев Озеров. В 1959 году он подошел к классику советской поэзии Илье Сельвинскому, вручил ему тетрадку своих первых стихов. Он посмотрел «У вас есть профессия?» «Есть. Я геолог. Вот и занимайтесь геологией. Стихи у вас все равно не получатся». После этого он начал писать. В 1961 году его исключили из Литинститута за драку, и он вернулся в Алмату. С 1962 по 1971 годы Улжас Сулейменов одновременно заведует отделом журналистики в литературном журнале «Простор», работает главным редактором сценарно-редакционной коллеги киностудии «Казахфильм» и выпускает поэтические сборники. По служном списке Улжаса Сулейменова и работа парламентариям, и дипломатическая служба за рубежом. С 1995 года он возглавил дипломатическую миссию Казахстана в Италии, работал послом по совместительству в Греции и на Мальте. С начала 2000-х годов Улжас Сулейменов является постоянным представителем Казахстана в ЮНЕСКО. Он считает, что плохих народов нет, плохих наций нет. Есть просто хорошие и плохие люди в каждой нации. И каждая нация, каждый этнос, он должен не сам по себе развиваться, а быть взаимозависимым. От эпохи независимости, как он считает, нужно переходить к эпохе взаимозависимости, когда каждая нация, каждая личность, каждый человек, он не существует так автономно один. Он живет вместе с другими своими согражданами, с другими людьми всей планеты. Вот в этом его, я бы сказал, все планетарные значения его деятельности, и как человека, и как личности, и как общественно-государственного деятеля, ну и прежде всего, как творческого человека, классика нашей поэзии. Улжас Сулейменов – человек решительных действий. Именно поэтому в короткий срок было создано движение «Невада-Семипалатинск». Это был 1989 год. Он стал инициатором и лидером народного движения, которое внесло основной вклад в дело закрытия в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона. Это стало толчком к введению моратория на все ядерные испытания. Деятельность Сулейменова на посту президента международного движения «Невада-Семипалатинск» в 2017 году была отмечена правительством Японии, которое приняло решение за выдающийся вклад в нераспространение ядерного оружия и развитие международного антиядерного движения наградить казахстанского общественного деятеля орденом восходящего солнца «Золотые лучи с розеткой». Еще большую значимость и значение Ужаса как трибуна, как гражданина Республики Азастан – это его деятельность по запрещению испытаний ядерного оружия во всем мире. И вот Ужас Амарович начал свою вот эту эпопею всемирную по избавлению человечества от ужасного ядерного оружия. Это я сейчас вспоминаю, февраль 1989 год. На призыв Ужаса Амаровича с балкона здания Союза писателей обратился с пламенной речью и сказал, что вот позавчера произошло очередное испытание подземного ядерного оружия. Начало движения «Невада-семей-палатинцев». Потом большая работа проведена штабом «Невада-семей». Все неравнодушные люди, интеллигенция, которая сплотилась вокруг Ужаса Амаровича, провела огромную работу. И замолчал затем полигон «Невада». Затем замолчал полигон ядерный в Абнург в Китае. Ужаса Амарович создал в Верховном Совете группу, которая выступила и опубликовала документ обращения ко всем парламентам мира, чтобы каждый народ сказал, хочет он иметь ядерное оружие или все-таки надо запретить это ядерное оружие. И, в общем-то, вопрос стоял о том, чтобы этот вопрос вынести на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Закрытие всех пяти ядерных полигонов сделало Ужаса Сулейменова еще более известным и знаменитым на весь мир человеком. Выдвигали его на Нобелевскую премию мира. Но скромный и простой представитель казахского народа отказался от этого. «Меня никогда не интересует премия, ордена, медали. Если есть дело, надо его делать. А что за это будет, награды или пинки, покажет время», – говорил Ужас Умарович. На заре независимости Казахстана у него была и другая возможность занять высокую должность в управлении страной. Так велика была поддержка казахстанцев. Тем не менее, он отказался и от этого заманчивого предложения. «Я по натуре поэт, а не служащий», – говорил Ужас Сулейменов, объясняя свой отказ от высокопоставленной должности. До сих пор актуальны сегодня мысли, высказанные классиком советской и казахской литературы. Они давно стали крылатыми фразами. В целом, все, за что берется Ужас Сулейменов, всегда заканчивается успешно. Соратники о нем отзываются, как о человеке, которому всегда сопутствует удача. Но в жизни многого поэт достиг благодаря своему упорному труду, выдержке и силе воли. Эти же качества позволили Ужасу Умаровичу показать хорошие результаты и на различных спортивных соревнованиях по волейболу. В его день рождения ежегодно проходят международные турниры по волейболу. Очередной состоялся в Талдыкургане пять лет назад, куда легендарный писатель приехал лично, чтобы сыграть матч с Амандыком Баталовым, Акимом Алматинской области. Я всегда помнил, что это очень теплый город, такой богатый природой и людьми. И люди здесь мне встречались столько хорошие. То, что здесь мой друг стал Акимом, он, правда, и раньше здесь работал в Акимате, это сказалось и на спорте в Талдыкургане. Вот такой возник дворец спорта, один из лучших в республике. Вот этот район дворца спорта тоже дворец молодежи, дворец школьников возник. Это все замечательно. Это указывает на то, что и власть оказывает внимание развитию молодежи. Он тоже с детства прививает любовь к спорту. Поближе поставили вот эти здания к дворцу спорта. Вот, это радует. Улжас Сулейменов остается довольным, что край ЖТСУ процветает благодаря таким трудолюбивым личностям и грамотным управленцам, которые усердно трудятся во благо народа. С вами связана история нашего государства и современного, и советское время. Я помню, как вы мне рассказывали интересные истории из вашей жизни, где вы в тяжелые моменты действовали по совести и всегда были рядом с теми, кому было тяжело. И никогда не забуду, как вы мне говорили, рассказывали, что ваша мама Фатима сказала уважай людей, не отворачивайся от них, здоровайся с ними, потому что каждый сороковой это посланник Бога. У казахов есть пословица Она это имела в виду. И вы до сегодняшнего дня, я никогда не видел, что вы, когда люди обращались, хмурились, вы, когда что-то думаете, как глубокий философ, всемирно известный философ, да, задумываетесь. А так всегда улыбка на вашем листе. Пусть всегда будет эта улыбка на вашем лице. Улжас Сулейменов сделал очень много для своего народа. Для того, чтобы наша страна и наш народ заняли достойное место в мировой истории и цивилизации. Он внес огромный вклад в укрепление национального единства народов Казахстана, развитию дружбы и сотрудничества между нашей страной и другими государствами. Сулейменов истинный патриот своей родины, понимающий ее нужды и действующий во имя мира и стабильности на этой земле и благополучия нашего народа. В этом году поэт и писатель с мировым именем отмечает свое 85-летие. Но возраст Улжасу Сулейменову не помеха. Он полон творческих сил и энергии и остается в хорошей физической форме, соответствуя своему имени. Улжас на русский язык переводится «он молодой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова